Здравствуйте! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Юлия Великодной в этом выпуске. При движении пожара на Нерингвинской Гресс погиб человек. Что стало причиной возгорания? Аймекон или Верхоянск. Для двух городов Якутии холод не просто образ жизни, но и бренд. Получены результаты по обработке драгоценной руды из верхнемунского месторождения. По предварительной информации, при тушении пожара на Нерингвинской Гресс погиб пожарный. Об этом нашей компании сообщил источник в правоохранительных органах. В минувшие сутки на Нерингвинской Гресс в поселке Серебряный Бор произошел пожар. Загорелся неэксплуатируемый ленточный конвейер из-за короткого замыкания. Возгорание ликвидировано. На данный момент перебоев с энергоснабжением в Нерингвинском районе нет. Гресс работает в штатном режиме. Выжившие в Намском районе пытались спасти двух замерзающих друзей. Они по очереди тащили их на себе и пытались согреть. Разводили костер, давали свою верхнюю одежду и растирали руками обмороженные участки тела. Но все оказалось тщетно. Двое молодых людей скончались на месте. Напомним, 12 января пятеро человек выехали на «Жигулях» в район речки Кенкеме, которая находится в 80 километрах от села. Около двух часов ночи у них сломалась машина. Трех выживших спас тот факт, что в это время приехал проверить лошадей местный коневод. Трагедии можно было избежать, если бы погибшие не были одеты слишком легко. В ночь происшествия температура воздуха составляла 54 градуса ниже нуля. Двое человек, к сожалению, умерли от переохлаждения. Трое человек спаслись. Они, ну, с счастью, они, их жизни не угрожают. Они, ну, у одного человека есть обморожение лицевой части, и социальной помощи они не нуждаются. В семье, где произошло несчастный случай, оказана нашим участковым врачом необходимая психологическая и лекарственная медицинская помощь. В Намском межрайонном следственном отделе Следственного управления Следственного комитета России по республике Сахай-Якутия проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин 23 и 29 лет с признаками переохлаждения в Намском районе республики. И к моменту прибытия следственной оперативной группы они скончались. В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, проводят опросы, проведены уже осмотры места происшествия и назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение. Продолжаем выпуск. Самая низкая температура на поверхности земли была зарегистрирована в этот день, 15 января 1885 года в якутском городе Верхоянске. Столбик термометра достиг отметки в минус 67,8 градусов по Цельсию. С тех пор город на севере Якутии официально считается полюсом холода. Продолжит Оксана Устинова. Верхоянске была зарегистрирована температура минус 68 в 1885 году. Тогда наблюдения в Аймеконе еще не велись. А так как центр циклона находится именно над Аймеконом, то теоретически рассчитано, что здесь температура была намного холоднее. И сейчас и в последующие годы среднемесячные температуры в зимний период в нашем районе холоднее на 3-5 градусов, чем в Верхоянске. По документально неподтвержденным данным, в 1924 году в Аймеконском районе была зарегистрирована более низкая температура минус 71,2 градуса и минус 77,8 градусов в 1938 году. Официально же в Аймеконе повторили рекорд Верхоянска только в 1933 году. Тогда температура воздуха составила минус 67,7 градусов ниже нуля. Самые, допустим, у нас низкие температуры обычно во впадинах. Вот, допустим, Аймекон, опять же, который поселок находится, допустим, у нас 55, у них 60. Это уже, как говорится, 100%. У них будет всегда холоднее на 4-5 градусов. В самом поселке Аймекон климат похолоднее, потому что она ниже находится. Сегодня для измерения температуры и влажности воздуха метеорологами используют самые разные приборы и инструменты. От знакомого для всех спиртового градусника до человеческих волос. Это у нас будка для самописцев термограф и гигрограб. У них вот чувствительный волос, вот по волосу человеческим определяется влажность. А здесь вот по биометаллической пластины температуру. И для жителей Аймекона, и для жителей Верхоянска такие экстремально низкие температуры повседневная обыденность. Я вообще местный житель. Я родилась и живу в Аймеконском районе уже давно. И, конечно, зима есть зима. Все удивляются, как вы минус 50 тут зимуете. Бывает и холоднее. Но мы переносим это легко, потому что мы северные люди. Местные жители не только привыкли к суровому климату, но и умудрились превратить его в бренд. Ежегодно в Аймеконцы всего мира съезжаются любители экстрима. Например, в эти дни покорить якутский поле схода собирается француз Ишалуан. Нергуяна Иванова, Светлана Поцелуева, Артур Старостин, НВК Саха, город Якутск, Аймеконский Улус. К другим темам алмазы, полученные на фабрике, провели эксперимент по обработке первых 75 тысяч тонн драгоценной руды с Верхнемунского месторождения. Перед специалистами стояла задача определить содержание алмазов в руде, их качество и свойства. Результат приятно порадовал. Подробности в сюжете моих коллег. 1,13 карата на 1 тонну руды. Такое содержание алмазов определили обогатители в руде Верхнемунского месторождения. Это почти в два раза больше ожидаемого. При плановом содержании 0,63 карата на тонну, который мы закладывали в план, мы получили чуть ли не в два раза выше содержания, что радует. 1,13 карата на тонну. Это очень хороший показатель. И основным показателем, который показывает ценность руды, это товар, который мы получаем с тонны руды, то есть доллар с тонны. У нас был план 65 долларов с тонны, мы в итоге получили 80 долларов с тонны. То есть на каждую тонну мы получили прирост оперативно. 15 долларов. Это очень прекрасный показатель. Всего в процессе обогащения извлекли 122 дорогоценных камня разной величины. От 8 миллиметров и больше. Самый крупный 36 каратов. По своей форме они отличаются от добытых ранее на других месторождениях. Они, конечно, отличаются от зорничных и от удачненских. Они, если на удачненских, на трубке удачны. Много камней латкогранных, острореберных. То есть такие правильные октаэдры. Здесь их мало. Здесь более катанные камни. Грани чуть-чуть подзализаны, так скажем, подзализаны. С таким своеобразным металлическим блеском. Но много ювелирных и околоювелирных камней. Обогащение шло не просто. Руда с верхней муны с особыми свойствами. Поэтому технологический процесс пришлось корректировать уже на ходу. Она тяжело проходила через чашу дробилки. Потому что, еще раз повторюсь, это верхние горизонты руды. Много мелочи, много глины. Поэтому руда залипала в рудоделители. У нас садились лючки. Буквально несколько смен, 2-3 смены мы раскачивали, чтобы понять, как лучше ее принимать. Потом совместно со специалистом удачненского ГОКа автобазой карьера были приняты определенные решения. И после этого мы стабилизировали ее подачу через дробилку. Теперь предстоит определить степень поврежденности кристаллов и их свойства. Уже после этого можно будет дать оценочную стоимость первых алмазов верхнемунского месторождения. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». В новогодние праздники жертвами телефонных мошенников стали десятки якутян. Жительницы Якутска позвонили и представились оператором связи. После беседы преступники списали с ее банковской карты более 8 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы заявления. Ведется расследование. Сотрудники полиции просят жителей не сообщать реквизиты банковских карт посторонним людям. За прошлый год у нас зарегистрировано более 600 мошенничеств в различные категории. В основном преобладает мошенничество приход смс-сообщения о том, что ваша карточка заблокирована, либо отправили деньги не на тот счет. Также еще один способ имеется – это интернет-покупки через Инстаграм, ВКонтакте, то есть различные соцсети, где предоставляются услуги по продаже. И последнее. 75 лучших студентов Северо-Восточного федерального университета поощренные ежегодной университетской премии «Рождественские каникулы» приехали в культурную столицу России. Подробнее в материале нашего корреспондента Айсены Бурнашовой. Знакомство с городом на Неве у ребят началось 10 января. Именно тогда они вылетели из Снежного Якутска и оказались в Зимнем Петербурге. Согласно насыщенной программе студенты СВФУ уже успели посетить Мариинский театр, царские дворцы, музеи и главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Ребята также смогли найти время и для встречи с питерскими студентами-якутянами и работниками поспредства. Премия СВФУ «Рождественские каникулы» уже на протяжении 8 лет. Назначается в форме поощрения и стипендиального фонда университета лучшим студентам-бюджетникам. Конкурс на премирование проводился для обучающихся со 2 по 6 курсы. Подачу и рассмотрение документов контролировала комиссия университета. Я пыталась податься в прошлом году, но я не прошла. Но в этом году, к счастью, прошла. Волнуешься, потому что в нашем университете активных студентов очень много, у которых достижения разного рода. И очень было просто подать там. Надо было принести просто портфолио и все. Рождественские каникулы – это премия, о которой мечтает каждый студент СВФУ. И чтобы эта мечта стала реальностью, нужно приложить немало усилий. Достичь высоких показателей в учебе, науке, спорте, творчестве или общественной деятельности. Большое достижение для каждого студента, чтобы попасть именно в очень красивый город Петербург. С первого курса я занимаюсь общественной деятельностью. Санкт-Петербург является культурным и историческим центром России. И в течение нескольких дней 75 лучших студентов СВФУ насладятся его величием и красотой. Привет из Санкт-Петербурга! Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург. А вот о чем мы расскажем сегодня в вечернем выпуске новостей в 20.44. Морозы стали причиной коммунальных аварий и дорожно-транспортных происшествий, как сказалось похолодание на жителях региона. В Аймеконе работа на улице не прекращается даже при минус 68 градусах. Сегодня специалисты охраны природы выехали на рейф. Жители нашего региона смогут увидеть на своих экранах проект «Под одним солнцем». Сегодня начнется СМС-голосование. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.